Ребята, всем привет! На самом деле дела у нас очень-очень плохо. Живем сегодня мы здесь, вот здесь, вот на коврике. Что быть дальше, мы начинаем, потому что за квартиру нам не было чем платить. Живем вот для соседей на коврике. И хорошо, что у нас есть вода. Я улыбаюсь, потому что я смотрю на это все активистично, наверное, так сказать. Что успела, взяла и отвечает, потому что нас выгоняли, просто выпихивали. С полицией. Короче, капец, я не знаю, кто же это. Я не хочу жить теперь. Ну, конечно, на коврике я тоже не хочу жить. Ну, ау, ты сегодня спи на коврике, я пойду в машину спать. Ну ладно, пока. В общем, ребят, всем привет! Минутка имера отталкивала. На самом деле мы приехали в Абу-Дабе играть к своим родственникам в Каньире. Ну, как всегда, Кали, как всегда в Абу-Дабе, как всегда Егор со мной. Ну да. Так вот, приехали играть в Кань, но так оказалось, что мы предварительно не позвонили. Как бы мы знаем, что примерно в 9 часов они приезжают с работы, но мы не позвонили, пришли такие тук-тук-тук, а там тишина в ответ. И, в общем, сейчас вот так вот ждем Али. Он вот с минуты на минуты должен приехать. И будем играть, как-то снимать не будем, потому что не будем. Потому что нечего снимать. Да, а я пока тут бомжую. Коврик на место. Порвали коврик. Порвали? А не нам не прости. Ну да. Ты спрячь, возьми, замаскируй. Сейчас. Замаскируй. Все, типа, мы ничего не трогали. Ну да. Все. Лайфхак готов. Опять лайфхак? Да. Мась, ты не забывай, что соседи понимают по-английски. И какую херню ты спизданула. Упс. К такому же из них не готовила. Да, однозначно. Сколько ты срок за... Два года. Два года? Да. Как раз ты наладишь свой бизнес за день и прыгаешь. Как раз я выйду. Я буду кормить хорошо, чтобы я не спала под дверью. Я сейчас чувствую, как ребенка. Я хочу это сделать, но понимаю, что два года светит. И как-то... А давай, типа, я такая, ты на камеру снимаешь, да? Типа, мы снимали плохие. Я такая, падая, задеваю, понял? И в том, ты мне детьми покажешь. Мы снимали плохие, она тут не плохо стала, упала. Мне страшно. Не поверят? Мне за тебя страшно. У тебя два дня болела голова. Я боюсь, что у тебя какие-то изменения произошли. Так это наоборот... Почему меня не тянет его дергать ни разу? Ну просто и... Почему? Скажи мне. Ладно, все, вы получаете. Нет. Ну вы получаете, а то я сейчас... То ты сейчас что? Ты пукнуть хочешь, скажи честно? Я закрою микрофон. Так, доброе утро, ребята. Егор. Я понимаю, я выгляжу... Не, нормально, кстати, выгляжу. Посмотрите на это. Егор. Ну посмотри в камеру. Нет. Она вчера нажралась. Я не нажралась, я отравилась. Отравилась огурчиком, да. Выпила ящик водки и отравилась огурчиком. Егор, я не пила, я щепотки, а выпила, блин, на 50 грамм. А потом, если бы ты мне не сделала коктейль с просрочивающейся... Короче, я сделал коктейль, а одна бутылка просрочка 9 лет у нее. До 2007 года она была. Ну что? Мась. Так, все, я пошел делать, кушать. Я не хочу суп, я хочу арбуз. Мась, арбуз тебе не поможет, ты его вырвешь. Мась, ну пожалуйста. Мась, нет. Ну я хочу арбуз, пожалуйста. Хьюз, блядь. Никакого арбуза. Ты его вырвешь, блядь, прямо в туалет сразу же. Можешь его пожрать, прямо сидя здесь. Ну, умоляю тебя. Ну, умоляю, пожалуйста. Езди, купи мне арбуз. Мась, потом арбуз. Арбуз потом. Мой поверитель, я тебя умоляю. Ну, пожалуйста, ну купи мне арбуз. Мась, ты его вырвешь. Ты что, баран, что ли? Тебе что, жаль? Жаль, что ли? Сейчас потом плачу. Плачу. Плач и рыгай одновременно. Это круто будет смотреться. Итак, Аллочка, расскажите, вы спали сегодня ночью? Чего? Рыгуля моя, рыгулечка. Почему я должна травиться яблоко? Я хочу арбуз. Рыгуль, успокойся. О! Так ты спала, Рыгуля? Я хочу арбуз. Я сейчас поеду, я же тебе сказал. Ты расскажи ребятам, Рыгуль, ты спала? Да, я спала. У тебя новый будет погоняло, Рыгуля, ты знаешь? Теперь тебя, ребята, ну все, кому нравится Рыгуля, в комментариях напишите. Рыгуля, а ты не тут, не рыгулила за диванами? Егор, отстань. Ну, проверь. Алла пьет раз в полгода, но она пьет, пьет так пьет. Рыгуль. Ага. Ну, чего ты плачешь? Потому что я хочу арбуз. Это после вчерашнего осталось. Смотрите, была полная бутылка водки. Неправда, я не сама это пила. А кто пил? Я выпила реально, самое обидное, я выпила реально очень мало. Да. Я выпила мало. Для Рыгули много и не нужно. Рыгульчик, расскажи. Это будет смотреть кто-то из него, я не клоун. Я хочу арбуз. Я поеду сейчас, я же тебе сказал. Ты не хочешь, ты не хочешь, ты не хочешь. Ау! Вот это веджи-маркет здесь. Людей немного, но он реально крутой. Здесь всегда свежие овощи, фрукты четкие. Купил алкий арбуз вкусный, австралийский. И сейчас, сейчас пойду куплю кусок курицы, сварю алкий супчик. Вот, рыбило тепловое где-то. Большой такой аквариум и 10 рыбок плавает. Спасибо, ты настоящий пятачок. Я думаю, что у нас чешется ужасно. Мочи жить. Это будет некрасиво смотреться, потому что он не снят, уже чешется. Нормально меня снимать на унитазе или говорить, ты что, хочешь перднуть? Это нормально, да? А почесать нос, это ненормально. В общем, не про то сейчас. Сейчас мы едем с Абудами в Дубай. Да. С Абудами в Дубай. И вчера я себе клятвенно обещала, что больше я пить никогда не буду. Вот никогда. А этот человек проводил надо мной эксперименты. Реально, как можно было мне сделать коктейль. Я говорю, что у меня живот свернуло, все кишки внаружи лезут. Вот так вот все сдавило. Я как рогалик свернулась. Ну, мне говорят, а ты вот меньше пей. Я говорю, что значит меньше пей? Я говорю, какой срок годности? Они читают. Значит, 9 лет просроченная фигня стояла. 9 лет. Она закончилась в каком году? В 2007. В 2007? В 2004 изготовлено. В 2007 еще. Представляете? И я это выпила. Ты реально пила апельсиновый ликер, который настоен 12 лет. Он 12 лет настоек. Это, блядь, это реально очень круто. Ничего крутого не вижу. После того, что меня скрутило. И они тут, я говорю, ты меня в госпиталь, говорю, везешь. А Игор говорит, давай мы тебя лечить будем. И знаете, чем они меня лечили? Лимончелло достали меня лечить. Давай лимончелло выпьем, тебе станет легче. Это для желудка полезно. Ну и пошло. Одна, вторая рюмочка. Нет, одна, вторая и все. Третий стакан с водкой. Ну сколько там водки было? Грамм 20, наверное. Ну в любом случае, танцевал вот и не на 20 грамм однозначно. Ну потом мы с Миной давай танцевать. Выключили свет, Егор уснул. Али уже сидит, такой охуняет. А мы с Миной вытанцовывали под Майкла Джексона. Она так круто танцует, он просто себе не представляет. И знаете, вот эти танцы 90, наверное, даже 80. Вот так стоит. Егор, ну блин, ну она ж... Короче, давай об этом не будем. Она пыталась, кстати, тебя копировать. Я еще когда там засыпал, я видел. Ты там жопой, она тоже. Короче, Егор, расспался. Я ж, что у тебя хорошо танцует, самое главное. Значит, вот так вот. И сегодня мне уже хорошо, получим, скажем так, потому что мой любимый солнышко, мое пупсик, мой самый дорогой, самый вообще-вообще-то. Это Марина научилась. У-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Самый-самый. Лучший? Лучший-лучший. Он мне с арбузиком съездил. Лайфхак, смотрите. Так, а кстати, лучше мужем? Да. Номер ван. Он... И я его попросила. Он съездил все-таки с арбузом вкусный. Я его съела. Потом супчик мне приготовил. Вообще полегчало. Ну, я вот в 11 часов... Не перепевай меня. В 11 часов как проснулась и до 2-х ничего не ела, потому что у меня было такое... Регуля и она была, потому что? Нет, потому что у меня такое было состояние, что не могла стоять с кровати. Я такая... Че, Егор? Потом звонила Егору, чтобы он мне кушать приготовленный. Из туалета звонит мне. Мася, я хочу кушать. И судите меня строго. Ну, че, ну, бывает. Ну, со всеми бывает. Можно же отдохнуть. Я уверен, что все, кто пьют, один раз мы в жизни рыкали. Это нормально. Не, ну, реально я мало выпила. Ну, Мать, ну, согласись. Да. Я реально мало выпила. Ну, так ты и съела тоже немного. Я вообще не ела. Значит, я все это... Вот, да, я отравилась, еще и ничего не ела. Да почему ты отравилась? Потому что 9 лет просрочки. Ну, так тебе же неплохо. Тебя же не обсыпало зелеными, блин, вручали. Еще, блядь, не хватало. То, что ты рыгала, это ты себе в голове находила. Я стараюсь не материться, так что не... А, рыгала, это что, материться рыгала? Я говорила, я, я. И то сказала. А. И то ствала. А. В общем. Да, мы не ели, потому что мы думали поесть, а уже потом, когда я вспомнила, что я не ела, у меня уже было то состояние, что я не могла себе приготовить поесть. Ну, Егор уже спал, как-то, и пришлось усыпать. Да. Ты уснула, ты не уснула, ты пошла... Егор, все, я уснула. С туалетом.